Дрифтеры Навыки тоже важны, ведь трасса непростая. Копирует японский трек на острове Адайба в Японии. Ну очень требовательная трасса к пилоту. Лишних движений не сделаешь, лишних маневров. Меньше прощает. Где-то зимой ты можешь там сцепление не нажать, тут нажал сцепление, тебя развернул и все, допустим. Обычно такие ошибки влекут за собой столкновения. И если старые «Жигули» не жалко, то с демидовскими постройками все иначе. Ради безопасности их огородили стеной из снега. После закрытия Кубка Барнаульской ракеты легальные соревнования по дрифту в краевой столице исчезли на несколько лет. Поэтому арт-пространство «Спичка» в прямом смысле зажгла огонь в сердцах автоспортсменов Барнаула. Однако за удовольствие надо платить уборкой территории. Они сюда приезжают зимой и как минимум 3-4 раза за зиму, неважно снежная зима или не снежная, они чистые здесь дороги. Второе, с ребятами ходим вместе, обрезаем кусты, где что не так растет. И хоть «Дикий кубок» это пока еще проба пера с двумя этапами, организаторы уже строят планы на будущее касательно «Спички». Мы хотим к следующему году эту площадку маленько как-то облагородить, чтобы она стала более пригодной для этого. Потому что пока что это выглядит все спорно. Где-то есть ямы, где-то есть не самое качественное покрытие. То есть сейчас у нас просто тестовый сезон для этой площадки. Дрифт в Барнауле будут развивать дальше. Организаторы планируют устроить летом на «Спички» открытые тренировки. А уже к следующей зиме могут появиться всесибирские соревнования на «Гребном канале». Данил Кузнецов, Александр Антропов. День с толком.